всем привет меня зовут алена и вы на канале о вязании сегодня у меня короткое видео но очень полезное покажу как закрыть петли без ступенек такой способ убавления петель очень удобен при формировании горловины и пройм изделия есть несколько вариантов как это сделать давайте покажу первый вариант заключается в том что мы не довязываем последние две петли ряда покажу на примере как я делаю окат рукава вот я закрыла нужное мне количество петель в начале формирования проймы и дальше я сокращала петли и у меня как вы видите нет ступенек каким образом мы делаем после того как мы закрыли нужно количество петель мы провязываем до конца ряда и с изнаночной стороны мы точно также закрываем к нужное количество нам петель вяжем до конца ряда изнаночной и в конце ряда мы не довязываем две петли и переснимаем их на правую спицу нить у нас при этом будет перед работой довязали до двух петель сняли как изнаночные переворачиваем работу на лицевую сторону и с лицевой стороны мы эти две петли провязываем лицевой петлей это у нас будет уже одно сокращение то есть одну петлю мы убавили две петли вместе лицевой если нам надо еще сокращать то мы обычным способом дальше сокращаем если нет то оставляем только одну в данном случае у меня только одна петля сокращается поэтому я оставляю как есть провязала 2 вместе лицевой и дальше я вяжу по рисунку в моем случае это лицевая гладь до конца ряда довязываем опять до последних двух петель и делаем то же самое мы их снимаем нить у нас перед работой сняли переворачиваем на изнаночную сторону и с стороны мы точно также провязываем первые две петли лицевой петлей за задние стенки и у нас убавление одной петли если вам надо еще убавить ну не одну там а две три и вы в изнаночном ряду то убавляется изнаночными петлями то есть вот таким вот образом дальнейшее убавление идет если три вот вы вторую третью убавляете и продолжаете вязать изнаночными петлями опять доходите до этой стороны здесь две петли у нас остаются вы их не провязываете и так вы вяжете пока вам надо убавлять петли ваши есть еще один вариант убавления петель при формировании горловины например допустим это у нас полочка для кардигана мы доходим до места где нам надо формировать горловину и как обычно мы закрываем например допустим нам надо закрыть пять петель мы их закрываем в начале ряда обычным способом и дальше мы провязываем ряд до конца лицевыми петлями в нашем случае или по рисунку если у вас рисунок какой-то присутствует переворачиваем на изнаночную сторону провязываем ряд изнаночный до конца но последние две петли мы точно также не провязываем и работаем с петлями уже в изнаночном ряду мы должны протянуть предпоследнюю петлю через последнюю мы захватываем за переднюю стенку последнюю петлю и протягиваем и сбрасываем и у нас остается одна петля дальше мы переснимаем петлю с правой спицы на левую вот эту петлю переснимаем на эту и точно также мы выполняем подхватывая за переднюю стенку последнюю петлю и сбрасываем мы закрыли две петли возвращаем петлю на правую спицу и переворачиваем наше вязание первую петлю мы снимаем и если нам надо закрывать то мы закрываем еще несколько петель 1 2 и вяжем до конца ряда повторяем то же самое в изнаночном ряду две петли не довязываем подхватываем за последнюю петлю за переднюю стенку и протягиваем сбрасываем возвращаем петлю с правой спицы на левую и повторяем то же самое переворачиваем работу и например нам надо уже не две петли а еще одну петлю убавить убавляем одну петлю и дальше ряд вяжем лицевыми петлями таким способом тоже получается аккуратно и нету ступенек и давайте покажу третий вариант как сделать убавки без ступенек допустим я буду делать пройму для рукава мы в начале ряда закрываем какое-то количество петель которое нам надо закрыть давайте в моем случае я по 3 петли закрою и вяжем до конца ряда переворачиваю работу на изнаночный ряд из изнаночной стороны я тоже закрываю 3 петли но закрываю изнаночными уже петлями с той стороны мы закрывали в лицевом ряду лицевыми с этой стороны мы закрываем изнаночными петлями и вяжем изнаночный ряд до последней петли и последнюю петлю мы не провязываем рабочую нить мы оставляем перед работой и снимаем эту петлю переворачиваем наше вязание на лицевую сторону первая петля у нас не провязанная и мы делаем точно так же как делали с изнаночной стороны только это с лицевой стороны возможно так будет кому-то удобней и остается одна петля до мы вот так подхватываем и сбрасываем и продолжаем убавлять то что нам надо уже обычным способом например нам надо убавить две петли делали убавление провязываем до конца ряда доходим до конца ряда и последнюю петлю мы не провязываем нить рабочая перед работаем снимаем эту петлю переворачиваем на изнаночную сторону и на изнаночной стороне мы уже работаем с изнаночными петлями первая петля у нас не провязанная мы через нее протягиваем следующую провязанную петлю и снимаем и дальше нам надо две петли убавить мы делаем обычные закрытия петель 1 2 все у нас тоже аккуратненько закрылась кому удобнее как я показывала предыдущим способом кому удобнее так но это похожий метод вяжем дальше до конца ряда в конце ряда последнюю петлю мы не провязываем сняли переворачиваем работу протягиваем предыдущую петлю через первую и снимаем сбрасываем и дальше например одну нам петлю надо убавить обычно делаем убавление вяжем опять до конца ряда не довязывая последнюю петлю снимаем ее нить перед работой переворачиваем работу протягиваем петлю следующую через первую снимаем и делаем одно убавление закрываем одну петлю обычным способом все мы убавили петли получилось у нас без ступенек аккуратно и красиво если мы будем убавлять таким образом то в последующем можно будет легко набрать петли для планки горловины или обработки проймы и также будет проще вшивать рукав и шов будет более ровным и аккуратным выбирайте какой способ для вас более приемлемый и вяжите вместе со мной всем пока и до новых встреч